Делегация 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 предлогами. Китайская социальная сеть TikTok планирует открыть еще два центра обработки данных в Европе, чтобы снизить опасения по поводу безопасности пользовательских данных и ослабить регулирующее давление на компанию. TikTok пытается убедить правительство и регулирующие органы в том, что доступ к личным данным пользователей невозможен, а его контентом не может манипулировать Коммунистическая партия Китая или кто-либо, находящийся под влиянием Пекина. Министерство обороны Тайваня сообщило, что с вечера 17 февраля до утра 18 февраля вокруг острова были замечены 24 военных самолета и 4 военных корабля, принадлежащих Китаю. Было заявлено, что за военными самолетами и кораблями, обнаруженными вокруг острова, наблюдали машины электронного слежения, патрульные самолеты, корабли и наземные ракетные комплексы. Бао Фань, генеральный директор China Renaissance, одного из самых важных инвестиционных банков Китая исчез. Исчезновение Бао вызвало слухи о том, что Китай наложит новые ограничения на свою финансовую отрасль. Компания Бао China Renaissance вчера заявила, что потеряла связь с генеральным директором Бао Фаном. Акции China Renaissance сильно упали сегодня в начале торгов в Гонконге.